Как же я люблю свой голос на видео. Он такой красивый. Лучшие моменты... Лучшие моменты... Разрушил какие-то... Просто не забывал... Не забывал... Сегодня я хотела бы обсудить с вами в целом этот год. Каким он был для меня. А именно я хотела бы поговорить о 10 главных моментах, которые просто сделали мой год. Первый момент, которому я была очень рада, это была поездка в Закопанное и первое катание на сноуборде. Конечно же, я очень сильно наелась снега, на следующий день я не могла встать с кровати, но этот момент... Это было просто что-то незабываемое. Ну да, и все-таки хороший совет. Никогда не экономьте на инструкторе, потому что как бы... Поехать вы поедете, но тормозить я так и не научилась. Вот. Следующий момент этого года, который разрушил какие-то мои стереотипы, это была первая поездка автостопом. Конечно, очень много людей меня отговаривало, ты что, это небезопасно, ты никогда не знаешь, кто тебя может на машине подвезти, где ты окажешься, а тут ты окажешься ночью посередине дороги. В общем-то, вы никогда не начинаете свои путешествия с автостопом ночью. Конечно же, вы до этого очень много узнаете от людей, у которых уже есть опыт, и это вообще не было страшно. Очень интересные люди тебя подвозят, очень интересные разговоры. Вообще, прекрасное времяпровождение. Это, наверное, момент, с которого вся моя жизнь пошла в какую-то другую сторону. Ну, не в плохую, конечно. Третий лучший момент этого года, такой продолжительный момент, это все мое лето. Именно то, что это лето я провела с очень дорогим мне человеком, это моей Крис. Это наш такой маленький евротрип, который начался с Нидерландов. Дай мне, деточка, дай мне. В Макшоке, витой, что мы так далеко. Да. Голландия! Продолжился в Бельгии. В Брюсселе. Да, курочки в Брюсселе. И закончился Германии. Мы в Берлине. Законство с невероятным количеством крутых, странных, веселых или грустных людей. С ночевкой или без, с транспортом или без, с едой или без. Мы искали людей, у которых мы можем переночевать через каучсерфинг, кстати. Тоже очень крутая штука. Следующая после автостопа. Мы, короче, на встрече каучсерферов. Это очень круто. Потому что люди нам попадались просто невероятно добрые, отзывчивые. Прекрасно проводили с ними время. Для нас это лето еще очень долго будет тем, что перевернуло вообще полностью нашу жизнь. Я знаю, что ты меня смотришь, дорогая, поэтому... Момент, которого я очень боялась и в то же время очень долго ждала, это был первый полет. Я никогда в своей жизни до этого года не летала. Первые мои ощущения, я вообще не поняла, что происходит. Возможно, для кого-то это вполне нормальные ощущения, но для меня первый раз это как бы... Ты взлетаешь. Следующий момент, без которого сейчас они представляют просто моей жизни, как бы я жила, если бы это не произошло, это то, что я попала на Эразмус. Это было какое-то чудо, я даже не ожидала. Первый год учебы. Все говорили, что это нереально, это невозможно. На самом деле, это было очень просто. Без этих людей я не понимаю, как я дальше буду жить, если я вот уеду. Просто уеду, и это все закончится. Сейчас прошло уже три месяца, с тех пор, как я на Эразмусе. И мне кажется, что это прошло две недели. Просто все очень быстро, время просто летит куда-то. И мне страшно, я осознаю, что все заканчивается, все хорошее заканчивается. Я не хочу, чтобы Эразмус закончился. Следующие все моменты будут связаны напрямую с Эразмусом. Это что я попала никуда иначе, как в Грецию. Никогда не думала, что буквально там через год, после того, как я начала учиться в Польше, я поеду в Грецию и буду тут жить, что мне невероятно нравится. Сначала, конечно, я была очень в шоке всеми моментами, начиная вообще... Все в этой стране функционирует наоборот. Возможно, я в каком-то видео расскажу, что именно функционирует наоборот. Люди в Греции, они просто... Они такие добрые, они эмоциональны, они очень эмоциональны, но в то же время они самые спокойные люди. Они медленные, они не спешат жить. Сама по себе Греция. Страна, в которой существует, я думаю, все. Вообще, я не человек больших вечеринок или клубов. Мне это достаточно быстро надоедает. Но я никогда не думала, что я попаду на пляжную вечеринку. Только когда мы приехали на Эразмус, нам организировали пляжную вечеринку. Это было на невероятно красивом пляже, где были скалы, вода, лес. Человек 200, я не знаю, может больше. И просто с утра до самой ночи мы прекрасно проводили время. Мы танцевали, пели, купались в море, играли в волейбол. Это был незабываемый день. Вы слышали, что как бы в Греции существует такая гора, как али... Вот, я тоже слышала, и я никогда не думала, что я покорю Олимп. Как это прекрасно звучит, покорить Олимп, покорить саму вершину богов. Пребывая в Греции, это не заставило себя ждать. Ну, типа, что Олимп, да, 3000 метров, Гаверла 2061. Это не было настолько сложно, да? Думаю, ну, ничего. Ну, собрались мы, ну, в общем-то, да. И это было очень сложно, потому что это наполовину гора, наполовину скалы. I already died. Really. I died. I tried. A bit more. We are there. Мы потратили два дня на то, чтобы добраться только до второй вершины. Мы забрались на 2500 метров, и мы думали, что спуск вниз будет гораздо легче, как бы, но это оказалось сложнее. Вот. И вместо трех километров мы спускались, мы рекордное количество километров, это 25. 25 километров. В этом году были две мои мечты. Первое, я учусь тут в киношколе, и я поняла, что это мое, я буду этим заниматься, и я буду когда-то в киношколе. На более продолжительный срок времени, чем полгода. Последний момент, к которому очень рада, одна из моих мечт. Никогда не думала, что у нас будет настолько быстро, но я живу возле моря. Наконец-то я живу возле моря. Уже как три месяца живу возле моря. Я очень люблю море, как и в плохую погоду, так и в хорошую. Несмотря на то, как я себя чувствую, или очень хорошо, или очень плохо, я всегда прихожу к морю. Все-таки я никогда не применяю жизнь возле моря на какую-то другую жизнь. Видео с пляжной вечеринки и видео с Олимпа вы можете найти на моем канале, но я также оставлю ссылочки внизу. Если вам нравится обсуждать подобные темы, пожалуйста, лайк под этим видео. И напишите в комментариях, либо в ютубе, либо на инстаграме, либо мне в личных сообщениях, какие бы темы вы еще хотели услышать. Может что-то об обучении в Греции или в Польше. Может что-то о поездках, например, автостопе или как раз серфинге. Я очень вам благодарна за то, что вы меня смотрите, и я очень вас всех люблю. Желаю вам всем отличного Нового года и провести время выходных с дорогими для вас людьми. Просто будьте счастливы. Всех вас целую и до новых встреч.